Юрий Григорьевич Корчевский. Гвардия в огонь. Гвардия-1. Кероическая фантастика. Анотация. Лейтенант Илья Миронов, офицер Росгвардии, едет с бойцами своего спецподразделения на полигон для отработки метания боевых гранат. Нет. Один из молодых солдат роняет гранату себе под ноги, и лейтенант прикрывает парня от осколков своим телом. А после взрыва Миронов приходит в себя отгула двигателей. Мимо него проезжает колонна танков с крестами на башнях. Что это? Снимает кино? Нет. Илья очутился в июне 1941 года. Красная армия под натиском превосходящих сил отходит, и гвардеец начинает свою войну. Единой линии фронта нет. Танковые клинии гитлеровцев глубоко рассекли позиции наших частей. Зачем пробиваться к своим, если враг вокруг? Гвардия. В огонь. Глава первая. Несчастный случай. Служба Илье нравилась. Спецназ Росгвардии — это почетная и реальную пользу видишь. Настоящая мужская работа. Не штаны в офисе протирать. После училища внутренних войск попал по распределению на юг страны, где рядом горячие точки. Лейтенант, командир взвода. Старослужащие сначала приняли доброжелательно, но настороженно. Человек раскрывает себя после первого боестолкновения. На третьем месяце службы вертолетами перебросили их в Дагестан, где в селении засели боевики. Четверо отпетых головорезов. Пособники ИГИЛ отстреливались из каменного дома, прикрываясь с женой и ребенком одного из членов банды. Кабы не живой щит, влепить бы им из огнемета шмель, называемого террористами шайтан-трубой, в окно и все дела. Пришлось вести переговоры. Бандиты уступили, отпустили женщину с ребенком на руках. Одного из бандитов сразу снайпер снял из АС-ВАУ. Есть такая снайперская винтовка. Илья поближе подобрался, выстрелил из мухи в окно. Получилось. Одним выстрелом двоих уложил. Последний, четвертый, сделал вид, что сдается. Вышел. Демонстративно автомат бросил, руки поднял. Вроде безоружен. Наши стрелять перестали. Илья сбоку и сзади дома позицию занимает. Видит? Сюрприз для неверных у террориста за спиной в виде рюкзака со взрывчаткой и провод. И провод от него к руке тянется. Выхватил из кобуры грач и выстрелил смертнику в голову. Грач. Пистолет под патрон 9х19. Такой же, как у Парабеллума. Более мощный, чем у Макарова. Ныне половина армии мира имеет пистолеты под такой патрон. Конечно, стрелять в туловище лучше, больше шансов попасть. Но на самом террористе взрывчатка может сдетонировать. Все тогда получилось. Бандгруппу ликвидировали, сами потерь не понесли. Только после этого бойцы отряда признали Илью за своего. А позывной он выбрал сам. Буратино. Почему? Сам ответа не знал. Пришло в голову. Во всех переговорах по рации сотрудники называли себя по-позывным. Бандиты запросто прослушивать могли. Хоть рации и кодированный сигнал имеют, так и у банд-подполья зачастую все электронные новинки есть. Большая часть сотрудников отряда — офицеры, но были и сержантского состава, прапорщики, набранные заслуживших срочную службу и проявивших себя в воинской специальности. Особенно ценились саперы и снайперы. Для снайпера особый склад характера нужен. Быть в тире и стрелять по неподвижной мишени многие могут. Некоторые даже очень точно. Снайпер же на позиции должен замаскироваться умело, чтобы с нескольких шагов его позицию определить было невозможно. А потом ждать. Иногда не часами, а днями, когда появится нужная цель. А цель не стоит на месте, движется. За секунды нужно определить дистанцию, выставить оптику и произвести выстрел. Иной раз на такую дистанцию, что просто меткий стрелок из спортсменов или охотников даже стрелять откажется. Обязательно попасть в жизненно важные центры, сердце-голову, чтобы наповал. Как правило, снайпер имеет право на один выстрел. С одного выстрела его позицию не засекут, не откроют ответный огонь. Впрочем, с появлением у снайперов бесшумного оружия ситуация улучшилась. Но все бесшумное оружие имеет ограниченную дальность поражения. Сапер — не менее значимая фигура. Террористы зачастую устраивают минные заграждения у своих схронов. В землянках. Взрывные устройства самодельные с разными типами взрывателей. Найти и обезурядить их настоящее искусство в военном деле. Во взвод несколько дней назад прибыли новички, пять человек. Илья с вновь прибывшими и одним сержантом, Сорокиным, отправился на полигон. — Надо проверить стрелковую подготовку бойцов. А еще — гранатную подготовку. Отстрелялись бойцы неплохо. Двое из АКСУ. Еще двое из снайперских винтовок. А еще один из автомата АШ-12, созданного по заказу спецслужб. Не оружие, зверь. Калибр 12,7 мм. Имеет и бронебойные пули, и бесшумные патроны. А еще имеет подствольный гранатомет револьверного типа. Бойцы во взводе имеют разнообразное оружие, чтобы максимально эффективно выполнять поставленную задачу. Цели у армии и спецподразделений разные. Задача спецухи — обезвредить террористов, и очень желательно, чтобы не пострадал ни один мирный житель, поскольку большая часть спецопераций проводится в населенных пунктах. А армия должна воевать с внешним врагом всей мощью — танками, авиацией, кораблями. Начали бросать гранаты на дальность и точность. Попробуй, попади гранатой на 25-30 метров. Илья стоял позади бойца, наблюдая за его действиями. Все бойцы с опытом прошли службу в армии, потом в учебном подразделении Росгвардии. Стреляли многие. А гранаты бросали не все. Потому бойцы волновались. Один бросил удачно. Два броска и обе гранаты попали в окно учебной деревянной избушки. После броска прятались в окопе. После взрыва поднимались. Второй бросил не так удачно. Взрыв, дым, а гранаты что первая, что вторая упали перед стеной. Случись в здании настоящий противник, он бы не пострадал. — Сорокин, завтра с утра на полигон будете бросать ущебные гранаты. — Так точно. А с третьим бойцом случилась неприятность. И только реакция Ильи спасла обоих от неминуемой смерти. Боец выдернул чеку, бросил гранату, щелчок взрывателя. А граната ударилась в бруствер траншеи, покатилась назад. До взрыва три с половиной секунды. Илья сильно толкнул бойца в боковое ответвление траншеи. Сам упал на него. Взрыв. Черный дым, осколки ударили по деревянной обшивке траншеи. В глазах темно, в носу запах сгоревшего тротила. Илья потер глаза. — Почему темно? Поднял голову. Нет, не ослеп, чего сразу испугался. Остаться слепым в его молодые годы страшно. Звезды видны в разрывах туч. Сразу мысли нелепые в голову полезли. Если он жив, почему сержанты-бойцы его бросили после взрыва? Пошарил вокруг себя руками. И бойца нет. А ведь он на него упал, прикрывая. Встал во весь рост. Крикнул. Только голос хриплый, во рту сухо, как с глубокого похмелья. Едва не застонал от досады. Бойцы бросили своего командира. Позор вытарят из Росгвардии. В лучшем случае понизят в должности на бумажную работу. Ну, повиниться не досмотрел. Повинную голову меч не сечет, тем более никто не погиб. Если он сам уцелел, то боец, как его, Кигошин, тем более должен остаться без царапины. Определился с направлением, зашагал к КПП. Там должен быть прямой телефон с отрядом. Каких-то десять минут он созвонится, пришлют машину. Но шагал и десять минут, и двадцать. КПП нет. КОНЕЦ КОНЕЦ